Всем привет! Сегодня хочу подвести итоги уходящего года и познакомить вас с моими фаворитами. И начнем с сериалов. Конечно же, моим неизменным любимцем из года в год остается сериал «Элементарный». Для меня он стал хорошим примером, что можно адаптировать книгу в сериал и сделать это фантастически, развить историю, развить героев, переделать этих героев, но чтобы они оставались интересными, и зрителю, мне кажется, самим актерам очень интересно, как развивается сюжет, что им нужно играть, и как все это происходит. В общем, для меня это стало когда-то открытием. Сейчас же я слежу за самыми последними новинками, выходами с сезона. Между сезонами я очень люблю пересматривать первые сезоны и видеть, насколько все поменялось, насколько развились истории, насколько поменялись герои, какие у них внутренние произошли перемены и так далее. Мне до сих пор интересны. И дальше три сериала будут. Они такие немножко девчачьи и исторические. Я очень люблю какие-то исторические фильмы, сериалы, но хотя большинство популярных исторических сериалов, я почему-то не смотрю, не знаю, они мне как-то не очень нравятся. И первый сериал это «Вражда» первый сезон. Он рассказывает об изнанке золотого Голливуда. То есть это как раз тот период, когда отчасти золотой Голливуд уходил, приходили новые законы, новые актеры, новые форматы и так далее. И то, как старые актеры на это, на то что реагировали, как они начинали жить в этом, либо не жить в этом, то есть как они подстраивались, либо не подстраивались. Это такой немножко неоднозначный, противоречивый сериал, в котором каждый найдет что-то интересное себе, интересного персонажа, или события, или вот просто интересно посмотреть, как раньше делалось кино, как все это происходило, как все это изнутри происходило, и насколько это все поменялось, насколько все это изменилось в нашей нынешней киноиндустрии. Второй исторический сериал, ну по сути да, он исторический, он о 70-х, конце 60-х, начало 70-х, это «Ворстовые бунтарки». И в чем здесь сюжет закручен в том, что женщины борются за свои права, и дело происходит в издательстве газеты, и там девушки могут только помогать мужчинам-писателям, то есть авторам, только находить для них материалы какие-то, делать какие-то заметки, ну в общем, только помогать им. Они не могут быть полноценными авторами и выпускаться. В общем, вот это все женское общество пытается бороться за свои права, выпускает какой-то манифест, и у них вся борьба, в общем, клокочет во всем этом деле. И в принципе это интересно тем, что опять-таки это исторический момент. Да, такое было, может быть не прям вот так вот, но да, это было. Да, девушки боролись за свои права, за право печататься, писать, учиться, избирательное право, в общем, куча всего, за что они боролись. И третий сериал, который я, к сожалению, только начала смотреть, но меня он захватил полностью, это Удивительная миссис Мейзелл. Это конец 50-х годов, и показывается жизнь, такая лакшери жизнь верхнего эстсайда, или в эстсайда, простите, не помню точно. Рассказ ведется о домохозяйке, которая вот такая настоящая домохозяйка 50-х, очень богатая, у которой очень большая красивая квартира. У нее двое детей, она вся очень красивенькая, она в красивых нарядах, всегда в перчаточках, в шляпочке и все такое. Она там ходит иногда на фитнес, на встречи с подружками и так далее, во всем поддерживает своего мужчину. И в какой-то момент ее муж от нее уходит, и она раскрывает себе талант комедианта, стендапера, и вот как происходит в ее голове переворачивание вот этого всего мира, что она не просто домохозяйка, она еще что-то может, она может быть интересной, она может быть забавной и так далее. Да, кстати, у меня нету оленейных рогов, но, надеюсь, каша себе тоже подойдет. Второй мой любимый пункт, это мои любимые блогеры. И я буду, наверное, просто их хаотично называть, потому что я не помню, сколько, за кем я уже слежу, там, лет или месяцев. Но начну с Анастасии Кэй. Она является таким, не знаю, каким-то долгожителем и какой-то константой. В принципе, она очень много чего правильного говорит, очень интересного. Она копается до таких глубин, что не каждый вообще залезет в эти глубины. Она освещает какие-то вещи, о которых большинство людей не задумывается. Те, кто не занимается психологией, нейропсихологией, нейробиологией, как бы не задумывается о том, что нужно делать, чтобы повысить те или иные навыки или прокачать их. И второй блогер, которого я начала смотреть, да, наверное, в этом все-таки году, да, в этом году, это Ксения Никлас. И она классная, она такая, какая она есть. Она никогда не строит из себя немножко больше, чем хотелось бы. Я ее люблю за какую-то искренность и за ее, не могу сказать, что это ее правило, но вот когда-то она сказала, что нечего смотреть всякие правила о том, или способы о том, как поворотить лень, просто идите и делайте это. Идите и учитесь. И она как бы своими влогами показывает, что даже когда ей там плохо, ну не то, что плохо, когда она устала и так далее, она продолжает учиться, она продолжает работать, но она это делает, потому что она делает то, что ей нравится. Потому что она сменила сферу деятельности, и она кайфует от того, что она делает, и на это приятно смотреть, это интересно, и я с удовольствием смотрю ее видео. Дальше у нас идет видеоблогер Оси, она же Оля, и она начинала как бьюти-блогер, но она такой лайфстайл-блогер, то есть она показывает, что она готовит, куда она ходит, как она воспитывает, не то, что как она воспитывает своих детей, просто показывает своих детей, свой быт, ремонт, все что угодно, то есть она так полноценно впустила зрителей в свою жизнь, она такая открытая, она добра, и я ее даже больше смотрю не за счет того, что она рассказывает, а какой она человек, как она это все рассказывает. Мне приятно, что вот она такая приятная, теплая, домашняя, не знаю, как это объяснить, но вот приятно смотреть ее видео. Я не знаю, какая она в жизни, вот чьи, ну вот, тот, к чьим советам я точно прислушиваюсь, это Ковка Закэт, это Виктория Моисеева, я смотрю ее уже года три, наверное, она профессиональный визажист, бровист, в общем, там куча-куча у нее всего, чему она научилась, чему она учит других, что она пропагандирует, мне нравится то, как она несет вообще свои знания вовне, то, как она рассказывает, как она относится к тестированию продуктов, мне нравится она как профессионал и, в принципе, как человек. И последний блог, который я смотрю, это НК-блог, это блог Насты Каменских, я не помню, сколько я ее смотрю, но я смотрю с самого начала, то есть вот как она начала вести свой блог, начала она с того, что она начала худеть, потому что она немножко себя подраспустила, подзапустила, все СМИ начали трубить во все трубы, что она там беременна, она бегемот и так далее, в общем, она решила взять себя в руки, заняться спортом, и это круто, не знаю, она такая мотивашка, такая она, ну не знаю, вот та энергия, которая ее брет даже вот через экран, невозможно передать, просто нужно смотреть, то есть сейчас она уже не худеет, она уже там на правильном питании, просто, ну продолжает заниматься спортом, на правильном питании, и она все равно продолжает это пропагандировать, вот давайте со мной, я же, вот смотрите, что ей Ева на себя показывает, что она ест, сколько она тренируется, и всегда говорит, что вот, вот, я в 6 часов вот в парке, приходите ко мне, приходите, вот хотите со мной увидеться, побегать, приходите в парк, обязательно, она каждый раз об этом говорит, потому что она каждый раз в этом парке, если у нее есть время, то есть если она не на гастролях, она всегда бегает, Она всегда старается всех других мотивировать. Итак, теперь самое любимое. Канцелярия. Это очень многие любят смотреть и так далее. И начнем, наверное, с самого необычного для меня. Это фломастеры для художников. Они называются Touch Brush Superior. Ну, как-то так. В общем, вот такие вот они классненькие. И чем они хороши? Они очень недорогие. Ну, по сравнению с остальными фломастерами, они достаточно недорогие. У них очень богатая палитра. У них там растяжка одних серых, наверное, штук 10. Я вот себе нагребла такой холодненький, светленький серенький и такой более коричневый серый. В общем, у них богатая палитра. У них хорошая пигментация. Плюс они... Ой, не падайте. Они вот такие вот двойные. Вот, так видно. Они вот такие вот двойные. Они спиртовые. Это, конечно, воняет, но терпимо абсолютно. Вот. Ими приятно работать, ими приятно рисовать. Но учтите, что не для любой бумаги. Они достаточно тонкую бумагу, конечно же, не проходят. Далее я остаюсь, конечно же, верна своей муджи. Я даже вот хотела заказать себе еще, но потом поняла, что, ну, как бы, зачем? Зачем захламлять свою квартиру? Это те же муджи 038. Они прекрасны, они выполняют все свои функции. Ну, вот как-то так. Я их просто люблю и не хочу с ними расставаться. Единственное, что я заказала себе еще черных. Отдельно черных. Потому что просто мне черный заканчивается. Я им начала заполнять конспекты. Ежедневник. И он, они... Ну, эта ручка начала быстро заканчиваться. И все. Также моей любовью продолжает оставаться Фебра Милдлайнер. Я когда-нибудь научусь это произносить. Единственное, что я заказала, другой набор, более... Короче, с другими цветами. Вот такой, по-моему. Или вот такой синий. Ну, короче. В общем, с другими цветами, которые мне нравятся больше. Не знаю, как это увидеть. У меня сейчас фокус не переведется. Ну, в общем, более яркие цвета. И я, в основном, пользуюсь вот этими цветами. Они мне безумно нравятся. Особенно серые. Я прям влюбилась в него. Ну, как бы видно по мне, что я начала любить серый. Вот этот зеленый тоже очень классный. Единственное, что он проходит через бумагу. Достаточно активно. Как и вот этот вот. Не знаю, красно-малиновый такой какой-то. Он классный, но он проходит через бумагу. И вот, как я с этим справилась, вы сейчас увидите. Те, кто меня смотрит, знают, что вот это мой ежедневник был. Собственно говоря. Да, всплыл. Потому что с ним случился трабл. Мало того, что трабл случился. И я решила поменять формат немножко. Где же мой трабл? В общем. Не пытайтесь расправить утилом страницы Малискина. Не надо так делать. Не надо. Потому что у вас будут такие вот горы и равнины на ваших страничках. Короче. Мне нравится этот ежедневник. Я его очень любила. Но я решила немножко поменять формат. Тем более у Ксении Ниглас я увидела, что она купила такой большой Малискинчик. Мне показалось, что, наверное, это удобнее. И купила Лил Турм. Вот как раз таки из-за того, что у меня проходят сильно здесь все фломастеры. Ну вот хайлайтеры. Они достаточно сильно проходят. Я купила Лил Турм. Потому что у него плотность бумаги немножко больше. Не сильно, но все-таки больше. И я не буду вам его показывать внутри. Потому что у меня уже здесь расчерчено на ежедневных заполнениях карандашик. Посмотрим. Может быть, я обратно вернусь к вот этому формату. Может быть, я куплю вот этот меньший формат. Посмотрим. Но в любом случае этот зелененький. Мне нравится больше, чем розовенький. Посмотрим, как он мне понравился. Но в принципе, Лил Турма я очень люблю. У меня уже был в твердой окошке. Но он у меня быстро закончился. Потому что у меня было раньше дневное планирование. Два дня на одной страничке. И как бы он быстро прикончился насчет этого. Дальше моя любовь и спасатель, который мне помогает сосредоточиться. Это yellow block. А пятого формата. И что здесь хорошо, что... Ну, короче, вам не отрываются эти листочки. Вот. И в чем спасатель концентрации? В том, что когда вы садитесь что-то делать, вы стараетесь ни на что не отвлекаться. Но какие-то мысли у вас все-таки появляются. И вот кладете... Кладете возле себя вот этот вот блок с ручечкой. С отдельной ручечкой. И все вот эти мыслишки записывайте в этот... На эту страничку. И когда вот вы заканчиваете, когда у вас там перерывчик, или когда вы копаетесь в своем ежедневничке, вы прочитываете все, что вы там надумали, какие мысли вас посвящали. Скорее всего, большинство из них... Ну, такое себе. Ну, возможно, какую-то крупицу истины вы найдете в них. Итак, продолжаем. Я вам хочу рассказать о небольшом феномене. После того, как я показала о том, как я организую свои записи, почему-то это видео набрало самое большое количество просмотров. И людям очень нравится моя папочка за долларов пять и резиночка, которая к ней присоединила. Вот. Здесь ничего необычного. Я сама делала все вот эти вот разворотики из бумаги. Также, кстати, бумаги я по-прежнему остаюсь верна. Это фирма Brunen. Немецкая фирма. И последний раз я, кстати, купила... Они продаются в тетрадях. Тетрадь, у которой была очень красивая обложка, я решила ее оставить как раздереть. Далее вещи. Ну, я не знаю, какие-то предметы, которые... Я не знаю, к чему отнести. Ну, в общем, это 3D бумажная архитектура, которая... У меня умная бумага. И у меня есть вот такая вот МГУшишка маленькая. Университет МГУ. И это какой-то из... Я не помню, честно, какой из вокзалов в Парижске. Вот. Это очень классная штука. Она мне очень нравится. Я ее обожаю просто. Ну, это такой, конечно, пылесборник жуткий. Тут периодически что-то отклеивается и так далее. Но я все равно продолжаю его любить искренне. Я очень люблю архитектуру. Мне приятно, что кусочек архитектуры у меня дома. Подробно о книгах, которые мне нравились в этом году, я рассказывала вот в этом видео. И где-то здесь, наверное. Но если коротко, это именно вот 4 книги, которые я больше всего люблю. И которые больше всего на меня повлияли. И что коротко, если сказать о них. Вот эта книга помогла мне улучшить обработку информации. Улучшить мое чтение. И вообще как-то изменила подход к обработке. И именно информации. Вот эта книга вообще изменила все. Весь мой подход к учебе, к образованию, к поглощению информации. К работе с конспектами, с учебниками, с лекциями и так далее. В общем, она изменила все. И в самом начале году. И задала вообще вектор движения этого года и так далее. Эта книга дала мне свободу. Я начала легче и лучше писать. Мне кажется, это заметно по моим постам и статьям в моем блоге. И просто вот дала свободу писать. Эта книга изменила мою повседневную жизнь. Потому что я научилась применять свои знания по нейропсихологии в жизни. Вот как мне это пригодится в жизни. И на этом все. Больше интересную информацию читайте по ссылке в инфобоксе. А также я напишу все, что я здесь упоминала. Я все там перечислю. Не знаю, может быть, дам ссылки. Я постараюсь найти все в продаже. Возможно, вам что-то понравится. И увидимся совсем скоро. Точнее, не совсем скоро, а в новом году. Так что, пока-пока. Кстати, ой! Какая прелесть. Кстати, заметно, что как в видео опадают мои волосы.